Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире эксклюзивное интервью, которое веду я, Нина Демогла. Второй тур избирательной кампании по выборам президента близок к своему завершению. Уже в это воскресенье, 15 ноября, мы должны будем с вами объединиться и выйти на избирательные участки. А чтобы вам было намного легче определиться и сделать правильный выбор, мы продолжаем освещать политическую ситуацию в нашей стране. И сегодня у нас в студии специальный гость, независимый кандидат в президенты Игорь Дадон. Господин президент, здравствуйте, рада вас приветствовать в эфире Рен Молдова. Добрый вечер, давно у вас не был. Давно, а я думаю, что в этой предвыборной кампании вы у нас впервые, мы этому очень рады. Как ваше настроение, как подготовка ко второму туру выборов? Все идет по плану, все готовы, все мобилизованы для того, чтобы выйти массово второго тура. Замечательно, вы знаете, я тоже веду диалог с нашими гражданами постоянно. Некоторые уверяют меня в том, что специально проиграл бой для того, чтобы выиграть сражение. Как вам результаты первого тура? Я думаю, что то, что мы победили внутри страны, а мы победили внутри страны, это показывает, что мы провели хорошую и правильную кампанию. И если честно, мы не ставили задачу максимально мобилизироваться на первый тур. Вот так, если честно, открыть скобки. Поэтому я считаю, что результат первого тура имеет как минимум два больших плюса. То, что мой оппонент вышел на несколько процентов вперед. Понятно, что это за счет диаспоры, потому что в диаспоре там получили около 7-8%. Это и дало возможность выйти вперед. Так вот, несколько плюсов. Первый важный. Те, которые говорили о фальсификации, уже все говорят, что выборы были легитимны, без проблем. И говорят, что власть, правительство, ЦИК справилась с задачей. Помните, какой шум был в сентябре, в октябре. Даже послы Европейского Союза подписывались, писали правительству и так далее. Поэтому первый большой плюс этого счета, этого результата, это то, что все признали выбор легитимным. Было бы наоборот. Я думаю, что некоторые попытались искать что-то, что вот незаконно и так далее. И второй большой плюс, это то, что, я скажу честно, это разозлило часть наших сторонников. Потому что многие думали, да, и так победит. Потому что Дадон, у него хорошая программа, он проводит много встреч, он потянет электральный результат за собой, поэтому нам можно не торопиться, сидеть там, и все получится. А этот результат, я вам скажу, что вот я проехал все районы, страна, проехал и север, и юг, и центральный район. Вчера мы встречались позавчера. Очень много наших, которые не ходили на выборы до сих пор, поняли, в чем опасность. Потому что, знаете, песню «Священная война» «Пусть ярость благородная скипает, как волна». Так вот, я вот увидел в глазах многих наших сторонников вот именно это. С одной стороны, сожаление, с другой стороны, вот такая мобилизация, что нужно выйти и показать результат. Поэтому я считаю, что результат первого тура в большей мере нам помогло для того, чтобы мы обеспечили максимальную мобилизацию. Посмотрим, что будет в воскресенье. Но я думаю, что все будет хорошо. Ну вот, кстати, да, вы затронули тему по поводу возможных фальсификаций. В первом туре очень многие электральные участники говорили об этом. Только вы не высказывали, кстати, таких опасений. Так вот, я хочу сегодня у вас спросить, как вы думаете, 15 ноября будут фальсификации или нет? Я не просто так вас спрашиваю. В социальных сетях очень много объявлений о предложениях нашим согражданам проголосовать. Есть автобусы, бесплатный подвоз. Я сейчас говорю о Италии и о Германии. Как вообще вы, как кандидат, к этому относитесь? Насколько это законно? И хотелось бы узнать, как вообще вы оцениваете работу Центральной избирательной комиссии? Начну с последнего вопроса. Я думаю, что Центральная избирательная комиссия справилась с той задачей, которую ей поставили. Очень непростые выборы, потому что президентские выборы всегда очень большой интерес и следят за этим. Поэтому я считаю, что ребята там справились. И я хочу напомнить, что во главе ЦИКа у нас представитель оппозиции, который выдвинули туда партии Майя Сан. Блок ОКОМ, но там они разделили один от «Да», другой от «ПАС» и так далее. Я помню, как мы их назначали в июле или в августе прошлого года. Поэтому ЦИКом руководит представитель оппозиции. Говорить о фальсификации со стороны оппозиции, конечно, смысла нет. Теперь по поводу возможных нарушений на второй тур. Я бы разделил подкуп избирателей и фальсификацию. Вот фальсификация, что означает? Это, к примеру, голосование по каким-то документам, которые не соответствуют действительности. Вот это фальсификация. У нас есть определенные подозрения, я честно скажу, потому что за рубежом разрешили голосовать по истекшим паспортам. А не у всех есть так называемый код, это и ДНО. Есть определенные подозрения, что кто-то голосовал несколько раз этим паспортом и так далее. Потому что он не сканируется, он не фиксируется в общей базе данных. Потому что если, к примеру, ты идешь с этим ID, с внутренним паспортом, тебя сразу сканируют, если ты попытаешься на какой-то другой им участке, неважно, внутри страны, либо в Москве, или в Европе, или в Берлине, неважно, в Соединенных Штатах, система сразу дает информацию, что этот человек один раз проголосовал. А если это вот те старые паспорта, теоретически возможно несколько раз ими голосовать. Вот у нас есть сигналы, в основном с европейских стран, которые мы будем сейчас проверять, касается первого тура. Насколько я знаю, такие запросы в ЦИК были поданы, и пусть там разбирается, проверяют и так далее. Подвоз, вот это как раз подкуп избирателей. Здесь мы видим некоторые сигналы, и у меня эти сигналы были в первом туре, в основном по диаспоре в странах Европейского Союза, что был организован подвоз. Причем за счет, непонятно за чей счет. Потому что мы видим сейчас массовые объявления в странах Европейского Союза, что готовы за свой счет кто-то оплатить все расходы только с условия, что проголосовали за конкретного кандидата, конкретный кандидат мой оппонент. Конечно, мы обратились в ЦИК, мы обратились в соответствующие органы, в полицию и так далее, чтобы это проверили. Потому что мы считаем, что это подкуп избирателей. И я не исключаю, вот у меня сегодня было онлайн-общение с послами Европейского Союза, и я высказал свое мнение. Я не исключаю, что если у нас будут доказательства подкупа избирателей, что мы поставим под сомнение голосование на определенных участках в некоторых странах. Это по законодательству возможно. Ставятся все доказательства и подаются соответствующие документы, соответствующий запрос в ЦИК. Сначала в ЦИК, потом дальше по процедуре. Я не исключаю, что это может быть. Но я поговорил об этом с европейскими послами, мы поговорили с ЦИКом, мы уже дали все документы для того, чтобы все это проверили. Я очень надеюсь, что те, которые готовят вот этот подкуп избирателей, потому что я не верю, что кто-то делает просто так, чтобы подвозить наших граждан, которые работают в Италии, Англии, Германии, за сотни километров. Это довольно большой затрат. Для того, чтобы они только проголосовали на участке против Додона. Это означает подкуп избирателей. И это, конечно, ставит под сомнение голосование на этих участках. И мы это все будем проверять. У нас есть люди на всех участках. Мы сейчас увеличили штат наших представителей на всех участках, в основном в странах Европейского Союза. Мы, конечно, сделали все возможное, чтобы мы сняли вот этот организованный подвоз. Хочу напомнить, что согласно решению ЦИК нельзя нарушать их распоряжение, что больше семи автобусов, маршрутки и так далее это запрещено. Поэтому все зафиксировано и посмотрим, как будет происходить в 2015-м. Но мы это просто так не оставим. Мы тоже будем очень пристально следить за ситуацией. Поэтому я и упомянула, что в социальных сетях есть определенные объявления. Скажите, пожалуйста, о голосовании в диаспоре, голосовании граждан наших из Приднестровья. Вот мы говорили, в диаспоре действительно было очень легко, там голосование проходило, были определенные очереди, но наших сограждан из Приднестровья не пропускали к избирательным участкам. Например, я хочу, чтобы вы даже как президент прокомментировали, что произошло в селе Варнице 1 ноября, когда один из должностных лиц, причем депутатов парламента, в лицо говорил нашим согражданам публично, называл их сепаратистами, так скажем, его единомышленники запрещали и блокировали доступ к избирательным участкам. Будет ли это во втором туре? Что говорит Центральная избирательная комиссия, и что говорят наши правоохранительные органы? Во-первых, это очень большое нарушение, грубое нарушение права любого гражданина, неважно, где он находится, где он проживает. Конституции ему гарантировано право выбора. И неважно, он проживает в Тирасполе, или проживает в Москве, или проживает в Брюсселе, или в Вашингтоне. Те, которые препятствуют этому праву, конечно, должны ответить по закону. И это уголовно наказуемо. И это просто так мы оставлять не будем, потому что мы уже обратились в Генеральную прокуратуру, я знаю, что уже определенное уголовное дело по этим вещам запущено. И, конечно, те, которые себе это позволят, должны отвечать. Но проблема не только вот в выборах. Это очень серьезный прецедент, который будет нам создавать проблемы и на будущее. Мы же ставим задачи, и для меня это принципиальный вопрос, я думаю, что для всех граждан Республики Молдовы, мы должны объединить страну. И когда вот такие горе-политики от Майи Санду опять раскалывают общество, я хочу, чтобы все, которые нас сейчас смотрят, уверен, что смотрят наши граждане, понимали, в чем риски. Именно из-за таких политиков у нас была дестабилизация в начале 90-х. У нас была большая проблема в Гагаузии, вы знаете, вы родом из Гагаузии, в начале 90-х. Потом была война в этом днестре. Именно из-за таких, как Майя Санду и ее сторонники из политической партии, которые ее поддерживают. Это очень опасный прецедент. И здесь нужно реагировать жестко всем, и правоохранительным органам, и гражданскому обществу, и международным нашим партнерам. Они должны четко об этом сказать свою позицию. Они используют двойные стандарты. Мы, я никогда себе не позволял тех, которые не согласны с моим мнением, опускаться до того, чтобы как-то их называть. Не знаю, там, разными словами и так далее. Хотя я тоже недоволен и не согласен с мнением других, но я уважаю их мнение. Поэтому мы предприняли некоторые меры, мы общались с правоохранительными органами. Я думаю, что, я надеюсь, что 15 ноября, вот все, что касается голосования наших граждан, которые проживают в Поднестровье, пройдет более спокойно. Я знаю, что там тоже люди очень настроены на то, чтобы более активно участвовать. Потому что, когда пытаются вот такие вещи делать, блокировать, обзывать, знаете, там тоже появляется какой-то дополнительный стимул для того, чтобы иммобилизаться, для того, чтобы выйти и сказать свое слово. Поэтому я думаю, что и со стороны Приднестровья на этих выборах во второй тур будет более активное участие. Будем надеяться, что так оно и будет. Игорь Николаевич, прежде чем мы более детально будем говорить о подготовке ко второму туру, хотелось бы обсудить с вами последнюю, самую такую резонансную новость. Неожиданным были последние заявления демократов. Более неожиданно были последовавшие за этим отставки министров из представленных фракцией демократов. Вы даже у себя в социальных сетях написали следующее. Я вас цитирую. Я прервал избирательную кампанию на один день, чтобы принять присягу у новых министров. Это, конечно, незапланированная ситуация, но и не мог позволить ведомствам работать с руководителями, которые уже были на пороге отставки. Скажите, мы уже можем считать, что соглашение между социалистами и демократами кануло в лету? То есть его уже нет? Во-первых, я думаю, что для всех это было неожиданно. Начнем с того, что мы были в коалиции. Я говорю, были. Были в коалиции. И когда есть кандидат на должность президента, ну, наверное, было бы правильным, чтобы у нас была единая позиция. У тех, которые находятся вместе во власти, в правительстве, в парламенте и так далее. Ну, они приняли решение никого не поддерживать. Ну, хорошо, это делали у каждой партии. Но когда выходят и говорят, что, слушайте, мы вот через месяц-полтора, когда будет инаугурация нового президента, мы отзовем наших министров из правительства, ну, это какой сигнал этим министрам? Что у вас осталось там месяц, вы можете работать, можете не работать. Но для нас важно сохранить сейчас стабильность. Поэтому есть хорошая пословица на русском. Уходя, уходи. Если принял решение уйти, то, конечно, нужно было срочно назначить других министров, для того, чтобы мы обеспечивали нормальную работу государственных институтов. Потому что мы в очень непростой ситуации. Ситуация у нас пандемия, у нас засуха, у нас экономический кризис. Мы с этим всем справляемся сейчас. Мы платим зарплаты, пенсии. Вот сейчас правительство приняло решение, нашли ресурсы дополнительно дать так называемую 13-ю зарплату госслужащим. Ну, 100 тысяч работников, которые в образовании учителя и так далее, получат вот эту так называемую 13-ю зарплату, либо премию и так далее. Мы с этой ситуацией справляемся. Но нам нужна стабильная работа государственных институтов. Поэтому мы приняли это решение быстро, без никаких эмоций. Мы не критикуем демократов. Они приняли это решение. У нас сотрудничество во многих районах. Мы в большинство районах находимся в коалициях, на местах. Я считаю, что это нужно продолжить, нужно сохранить, потому что там тоже очень важно в районных советах, в городских и так далее. Но для нас это был немножко неживный шаг. Поэтому пришлось на день прервать отпуск, вернуться. И вместе с премьером, вместе с спикером, быстренько принять решение для того, чтобы обеспечить стабильность государственных процессов. Очень важный вопрос, что будет дальше. Потому что, вот вы правильно ставили, есть коалиционные соглашения или нет? Конечно, после таких заявлений этого коалиционного соглашения нет. Понятно. И это было не по нашей инициативе. Мы, как партнеры, сделали все возможные с нашей стороны, для того, чтобы мы двигались дальше. Но приняли такое решение, приняли. Что будет дальше? Я вчера об этом уже сказал. Я считаю, что мы сможем обеспечить парламентское большинство для нормального функционирования правительства. Нам сейчас эксперименты ни к чему. Есть несколько вариантов, как можно обеспечить эти парламентские большинства. Но коалиционные соглашения больше социалисты ни с кем заключать не будут. Ну, может быть, какой-то широкая коалиция, там, левые и правые, как это было в прошлом году. Поэтому я считаю, что нужно сейчас просто закончить президентские выборы, попытаться после президентских, чтобы мы быстро уладили все юридические вопросы, инаугурации президента, и чтобы двигались дальше. Поэтому важно, первое, что это была не наша инициатива, это инициатива демократов. Я считаю, что это ошибка. Я считаю, что это ошибка со стороны демократов. И время покажет, что я прав или нет. Второе, мы обеспечим нормальное функционерное правительство. Тем более, что у нас сейчас зима на носу. У нас должно подготовиться, ну, мы уже подготовили страну к новому отопительному сезону. У нас пандемия. Мы понимаем, что сейчас вторая волна мы видим во всех странах. Ну, в странах Европейского Союза там полный локдаун и так далее. Поэтому мы должны к этому готовиться, а для этого должно быть нормальное функционерное правительство. Действительно, очень многих людей волнует, что будет именно после 15 ноября. Вы, многие политологи, у меня в студии уверяют в том, что, голосуя за Игоря Додона, все голосуют за стабильность, голосуя за оппонентов, голосуют за хаос. Вот я хочу у вас поинтересоваться. Например, ваш оппонент Майя Санду уверяет, что если она выиграет выборы, она, наоборот, очистит президентуру. И в скором времени будут назначены досрочные парламентские выборы, которые, в принципе, приведут страну к определенным улучшениям. Пока, конечно, непонятно, каким образом можно технически организовать эти досрочные парламентские выборы, даже если в таком сценарии. Но я хотела бы, чтобы вы подробно рассказали, что будет при первом варианте и что будет при втором варианте после 15 ноября. Ну, знаете, вот про так называемую изменение или стабильность, хочу, чтобы все понимали мою позицию. Изменение, которое видят некоторые наши оппоненты, ну, Майя Санду, означает хаос. Ну, что означает сейчас разрубить все и пойти куда в никуда. Ну, Майя Санду не получит никогда парламентское большинство. Нужен диалог с кем-то. Социалисты всегда были более открыты к диалогу. Мы можем общаться со всеми. Мы это доказали. Стабильность, с другой стороны, это не означает, что не будут изменения. Стабильность означает, что не будет хаоса. Не будет политической дестабилизации. А изменения обязательно будут и в нашем варианте тоже. Поэтому что будет при первом варианте? Вот есть первый вариант, есть второй вариант. Что будет при первом варианте? При первом варианте правительство, президент и парламент будут работать дальше вместе. Что это означает? Это если побеждает Игорь Дадон? Это в случае моей победы. Мы продолжаем работу вместе, вместе с мэром Кишневой, единая команда. Все программы, которые мы запустили, они будут продолжены. Башкан, Гагаузи, 21 председатель района, несколько сот мэров и так далее. Мы работаем вместе. Все программы, которые были запущены, они выполняются. Зарплата пенсии платится вовремя. В январе, я настаиваю, мы дадим тысячу лей каждому пенсионеру. В прошлом году, в начале этого года дали 600, в октябре дали 900. Так вот, если мы победим, мы нашли ресурсы, в январе каждый пенсионер получит дополнительно по одной тысяче лей. Те, которые получают пенсию меньше трех тысяч лей. Программы строительства дороги и так далее на следующий год будут продолжены. Это не означает, что не будет досрочных парламентских выборов. Я за то, чтобы этот парламент распустить. Но делать это с головой так, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Что это означает? Это означает, что мы пройдем эту зиму. Сейчас в декабре примем бюджеты необходимые. Пройдем зиму. В марте, в апреле вместе с партиями, я созову партии, мы примем партии парламентские. И примем решение. Идем на рост к парламенту, к примеру, на июнь, июль, август, сентябрь. На досрочный парламентский выбор. Или не идем. Это решение партии, потому что это делает не президент. Вот что будет в первом варианте, если побеждает Дадон. Понимание того, куда мы двигаемся. Изменения будут, но изменения к лучшему. Пенсионеры получат дополнительные тысячи рублей. Аграрий получит ту помощь, которую мы обещали в декабре. Будет стабильная ситуация в внешней политике, взвешенная. Я обещаю, что будет хорошее отношение с Европой. Хорошее отношение с Россией. И у нас не будет никого, никто никого назвать сепаратистами. Будет хороший диалог с Приднестровым, будем двигаться вперед. Вот это первый сценарий. Что будет во втором сценарии? Если выборы выигрывает Майя Санта. Если выборы выигрывает Майя Санта. Получается, президент не имеет поддержку парламентского большинства. Что захочет сделать Майя Санта? Отправить правительство в отставку. Как это сделать? Для этого нужно 51 голос в парламенте, которых нет и не будет. У нас есть твердая уверенность, что не будет возможности отправить это правительство в отставку. У нас сейчас 37 голосовых социалистов, есть еще 3 независимых депутата, которые рядом с нами, 40. То есть нам нужно найти еще 11 депутатов, для того, чтобы не было отставки правительства. И мы найдем эти 11 депутатов. Это означает, что начинается конфликт между президентом и парламентским большинством, с одной стороны, где и премьер, и у нас начинается дестабилизация. К чему может привести эта дестабилизация? К непринятию бюджета и налоговой политики на следующий год. Это означает, что все программы, которые мы запустили в этом году, они, скорее всего, приняты не будут. Вот эта дестабилизация может длиться довольно долго, 3, 4, 5, 6 месяцев. Потом после этого нужно принять какое-то решение. Либо парламентское большинство должно как-то разобраться, почему президент блокирует все. Для этого есть конституционные нормы, конституционный суд, как обращается и так далее. Либо президент должен уступить парламентскому большинству и правительству, потому что у нас парламентский форум правильный, и не блокировать деятельности правительства, чтобы двигаться дальше. Даже если будут досрочные парламентские выборы в одном или втором сценарии, без социалистов распустить парламент невозможно, а в следующем парламенте без социалистов не получится ни одна коалиция. Поэтому вот эти заявления, Майя Санду, что, слушайте, мы сделаем, для нас не важно, мы с Дадонами разговариваем и так далее, и с социалистами, это недальновидный политик, который просто истерично бросает разные комментарии. И, знаете, вот я очень надеюсь, что большинство граждан видит разницу. Вот наша позиция, взвешенная, у нас есть опыт уже определенный, и позиция моего оппонента, Майя Санду, истерическая позиция. Бросать сто в одну, крайность сто в другой, это очень опасно для нашей страны. Это может взорвать ситуацию и внутри, и с нашими партнерами. Представьте себе, что президентом становится человеком, который имеет гражданство Румынии, это Майя Санду, гражданство Румынии, и начинает кричать, что эти преднестровцы, гаговозы, все сепаратисты. К чему это приведет? К 90-м годам. Это будет серьезная проблема внутри. Поэтому дестабилизация, который может и хаос, который может быть во втором случае, это очень-очень опасно для нас. Тем более в этой ситуации очень непростой, в которой мы сейчас находимся. Кстати, большой процент неопределившегося электората, и многие ждали, когда пройдут дебаты между вами и Майей Санду. Как вообще вы отреагировали на ее отказ от участия в дебатах? Я был уверен, что она откажется от дебатов. До последнего говорили, что или во вторник, или в среду, или во семь, или еще где-то пройдут. Вот-вот-вот. Я как-то сказал своим членам команды в штабе на прошлой неделе, когда вроде бы договорились, встречались представители штаба с моей стороны, Влад Батренча, с экстерна, какой-то парень. Договорились, где, как и так далее. И он вернулся, я говорю, Влад, не будет дебатов. Он говорит, почему, что мы отказываемся? Нет, Влад, они откажутся. Потому что они очень хорошо понимают, что на дебатах они мне проиграют. Потому что Майя Санду не может полтора часа говорить, что Додон плохой. Что коррупция, что суды, что какой-то кулек и так далее. Но потом нужно говорить, а что ты предлагаешь? А как ты видишь будущее Республики Молдова? Вот если убрать вот эти 4-5 слов, Минчуна, Додон, коррупции, не знаю что и так далее. И ей не о чем говорить. Поэтому я был уверен, что она откажется от дебата. Потому что она дебаты проиграет в любом случае. У нее нет программы. И ей не о чем говорить. Она ничего не может предложить гражданам Республики Молдова, кроме декларации. И мы это видели в прошлом году. И если честно, как-то... Сожалею о том, что в прошлом году нам так и не удалось до конца договориться, что мы шли дальше. Но она показала свою некомпетентность в должности премьер-министра. Премьер-министр имеет все полномочия. Тогда мы оказали всю поддержку стороной фракции социалистов. Мы отдали полностью правительству. И мы видели, чем это закончилось. Поэтому сейчас в должности президента, конечно, полномочий намного меньше. Но зачем рисковать? Зачем делать эти ошибки? Поэтому для тех, которые не определились. Я знаю, что есть определенное количество граждан, на которые не определились. Я знаю, что они хотят изменений. Знаете, как у нас? Пандемия. Устали. Хотят, чтобы что-то поменялось. Я за изменения. Я обещаю вам, что изменения будут. Изменения будут в лучшую сторону. Последовательно. Но не хаос полный. Потому что если кто-то думает, что изменения Майя Санды это движение к лучшему, нет, это хаос. Это хаос. Это полная дестабилизация всей ситуации социально-экономической и политической республики Молдова. Это очень опасно для нас. Раз вы говорите о радикальных изменениях, и Майя Сандо, она, кстати, в свое время говорила о том, что если будет референдум о присоединении Молдовы с Румынией, то она проголосует на этом референдуме за. Насколько вообще возможен такой референдум? И как бы на этом референдуме проголосовали вы? Моя позиция понятна. Я категорически против ликвидации молдавского государства. И я неоднократно выступал за то, что нам нужно дружить со всеми. И с румынами, и с украинцами, и с русскими, и с европейцами, с американцами. Я думаю, что это единственная правильная позиция для республики Молдова. Мы не должны дружить с кем-то против кого-то. Мы не должны искать врагов. Но мы должны сохранить наше государство. Я понимаю, что, может быть, у моего оппонента, у Майсанду, ну, ей до лампочки, что произойдет в этой стране. Важно, чтобы в Севе была еще одна там запись, была премьер-министром, была президентом. И поверьте, в какой-то момент она просто соберет свой этот рюкзачок и уедет работать в МВФ или в Всемирный банк, как это уже было. А нам придется здесь остаться со своими проблемами, с детьми. У меня семья. И у большинства тех, которые нас смотрят, тоже семьи. И мы хотим жить в нормальной стране. Мы не собираемся отсюда уезжать. Поэтому еще раз вернусь к тому, что я сказала раньше. Нужно очень хорошо подумать и взвесить все это. Потому что ошибку можно легко сделать. Поддаться на эмоции. Вот кому-то не нравится Додон. Мне тоже многие вещи не нравятся. Мне тоже очень многие вещи не нравятся. А сейчас вопрос не в том, Додон или Майя Санта. Сейчас вопрос принципиальный. Куда пойдет страна после 15 ноября? Это принципиальный вопрос. Это не просто риторический вопрос. И тем, которые не нравятся Додон. Я понимаю, мы не все смогли сделать. Но я не менял свою позицию. Знаете, мне как-то Владимир Владимирович Путин говорил. Говорит, Игорь, еще в начале моей политической карьеры, первого срока президентства, он говорит, будет очень тяжело. Он говорит, но главное, основные цели, принципиальные вещи, для меня принципиальные вещи, это государственность Молдовы. Это нейтралитет. Это наши традиции. Это наша православная вера. Это наши люди. Вот это принципиальный. Это ядро моей политической сущности. Я в это верю, и я это буду защищать. Вот самое важное, чтобы мы не меняли вот эти ориентиры. Да, не всегда можешь идти напрямую. Иногда приходится немножко, но идти вперед. Иногда приходится остановиться на месте. Потому что не получается сейчас сделать историю Молдовы, на которой я настаиваю. И включить в школьный программ. Потому что для этого нужно, чтобы было 51 депутат. У меня 37. Но я на это буду наставить. Я видел, что не получается поставить историю Молдовы в школьной программе. Я сделал три фильма, три серии истории Молдовы. Сделал учебники большие, раздал по всем школам, чтобы подготовить для включения программы. Но главное идти вот именно к этой цели. Вот для меня это принципиально. Поэтому по этим вопросам, вот голосование там на референдумах, такие и так далее, я думаю, что все в нашей стране знают мою четкую, ясную позицию. И я никогда вот этим принципом не изменял. Поэтому тем, которые не нравятся, устали. Вот они должны понимать, что вопрос сейчас не в Додоне. Нравится вам мое лицо? Не нравится. Вопрос не в этом сейчас. Вопрос принципиальный, что будет с страной. Куда страна пойдет? Можем мы себе позволить из-за того, что не нравится какой-то человек, рисковать всем? Я думаю, что этого не стоит делать. То есть я как понимаю, если мы говорим о принципиальных различиях вашей программы и программы Майя и Санду, то ваши основные принципы это государственность, сохранение традиционных ценностей и... Митролитет, дружба с Западом, с Востоком. Вот это принципиальные вещи для меня. То есть важно тут обозначить различия. Ну, Майя Санду там в приоритете западные ценности. Она сама говорила, как она проголосует на референдуме, она проголосует за объединение с Румынией. То есть мы видим часто о поддержке каких-то организаций, которые выступают за поддержку гей-парадов. То есть более либеральные ценности, так скажем. Вот это тоже касается ценностей. Это первый блок, разница большая. И здесь понятно. Здесь как белый-черный. Но есть и второй блок большой. Профессиональный. Вот я предлагаю, чтобы наши телезрители, наши граждане просто посмотрели вот разницу. Я бывший министр экономики. Первый пример. Депутат в парламенте был очень много времени. До президентства, до правительства я работал в реальном секторе экономики. Я заканчивал аграрный университет экономистов. Банки и биржи и после этого еще юридические. У меня три факультета. Доктор экономики. Реальный сектор экономики знает, предприятия знают, бизнес знает. Я из их среды. И знает очень хорошо, что я очень хорошо понимаю их, и знаю, куда экономика должна двигаться. Мой оппонент в реальном секторе не работал. Тем, чем запомнилась, закрывала школы Молдови. И работала где-то в Всемирном банке за рубежом и ходила с этим рюкзачем. И когда Филипп или Филат ее вернул, она просто участвовала в голосовании за миллиард. Вот это принципиальные вещи. Третье момент. То есть второе принципиальное отличие это бэкграунд так называемый. Опыт одного, опыт другого. В решении конкретных проблем. Третий очень важный. Это команда. Вот мне удалось за эти годы, я взял партию социалистов с нуля, сейчас самая сильная партия в Молдове. Мне удалось серьезных профессионалов продвинуть на разные должности, и они справляются с ситуацией. смотрите со всей критикой Кику, премьер. В этой сложной ситуации я заверяю, ни один премьер-министр за последние 20 лет не сталкивался с такими проблемами, как нынешнее правительство. Иван Чобан, мэр Кишинева, член команды. Вы видите, как за один год полностью поменялась ситуация в Кишиневе. Смотрите, что происходит в Гагаузе. Башкан Ирина Федовна, мы ее поддерживали первый раз в 2015-м, в прошлом году, когда она избиралась на второй срок. И мы видите изменения в Гагаузе. Это с нашей стороны. Конкретный профессионал. Смотрите, с другой стороны, чем запомнилось прошлый год, так называя команда Харвард. Ну, это уже стало посмешившим, что они хвастались, что вот я беру правительство, министра, который закончил Харвард. И что они сделали? Провалили работу по всем направлениям. Я не то, что хочу их критиковать, я их тогда тоже критиковал. Но они провалили работу. И смеялись все от этих всех конкурсов, делали по 2-3 месяца, никого не назначали и так далее, и так далее. Это не команда управленцев. Если эта команда сейчас попробует или вернется во власть, у нас будет только проблема. Поэтому вот эти три разные вещи. Ценности. Понятно, ценности между мной и моей. Опыт. Посмотрите, просто себе одного, второго. И третье, конечно, это возможность создания профессиональной команды. Не те, которые просто о чем-то говорят и хвастаются и ходят на разные кофе-брейки. Работали в разных ОНЖ, ОНЖ таких. И выдают себя большими специалистами. Но они не знают, что происходит в стране. И мы это уже видели в прошлом году. Мы это уже проехали. на политические процессы как-никак они влияют. Вы, конечно, как президент это не подтвердите, но мы видим очень четко, как некоторые игроки первого тура, которые не прошли во второй тур, особенно левоцентристского фланга, начинают поддерживать те ценности, которые деву даешься после встреч с послом Америки, с послом Румынии. Кстати, как вы реагируете на то, что очень много ваших конкурентов с первого тура стали вашими политическими оппонентами внезапно после указанных мною встреч? Вы имеете в виду Усатый Иванова? Я имею в виду господина Усатого, который встречался с послом Америки, обещал, что сделает караоке из этого посольства, но в итоге призвал голосовать за кандидата, которого поддерживают западные, так скажем, посольства. Вообще, насколько ожидаемо было? Знаете, в чем там проблема у Усатов? Проблема не в каких-то там, что он за ценности или там за Майю Санду очень. Он просто имеет вот личные свои интересы политические. Я думаю, что он просто размышляет так. Вот если этот дом проиграет, то партия социалистов развалится. В этом случае будет возможность брать какой-то электорат слева. Я думаю, что в этом. Ему до лампочки, наверное, о том, что будет происходить в стране. Ему принципиально важно развалить конкурента на левом фланге. И в этом ошибка. Потому что после того, как открыто поддержал право кандидата, левый электорат никогда этого не простил. Я знаю, я был в Бельцах недавно, я был и на севере, я знаю там отношения людей. Ну, как можно поддерживать тех, которые против 9 мая? Ну, как можно поддерживать тех, которые 23-24 августа делают зидидолю в Молдове? Ну, это было в прошлом году, когда мы отмечаем, празднуем день освобождения Молдовы от фашистов. Вот кто-то за такие ценности. Кто-то приравнивает это к празднику Я считаю, что, наверное, это с одной стороны давление каких-то партнеров зарубежных, западных, с другой стороны просто желание вот как-то развалить конкурента на левом фланге и не важно, что будет в стране. Как думаете, у них получится? Готова команда противостоять? Я думаю, что люди будут голосовать так, как они думают. вот если бы я к примеру сегодня бы призвал большой за нас очень много людей проголосовать, нас поддерживают, если бы я сегодня их призвал бы голосовать за Киртуак, вот это примерно то же самое, что сделал УСАД. Если бы я призвал бы вот эти 30-40% которые бы меня поддерживают, если бы я их призвал голосовать за Киртуак, они бы меня послали подальше. Потому что они сказали, слушай, мы не понимаем, как, мы же вот за такие ценности, а вы нас призываете, поэтому, конечно, меня не послушают, а я это никогда не сделаю, давайте, не дай бог, но я это никогда не сделаю. Поэтому здесь та же самая ситуация, если завтра Киртуак выйдет и скажет проголосуйте за Дадона, тот 0, сколько там у него процент, 1%, они не проголосуют за Дадона, потому что у этих граждан Республики Молдова свое видение, здесь призыв лидера, тем более вот в таких ситуациях, когда отличается на 180 градусов, кардинальная другая позиция, это не всегда приведет к тому, что люди пойдут. С другой стороны, этот лидер просто потеряет поддержку этих людей, которые думали, что голосуют за определенные ценности, за определенные вещи, за Молдову, за движение вперед. Я думаю, что Сатой выиграл намного больше, если бы не призывал голосовать ни за кого. И те люди, которые поддерживали этот проект, скорее всего, они не пойдут голосовать за Додона или за Майя Санду, они будут голосовать против Майя Санду. Не столько против Майя Санду, сколько против ценностей, которые Майя Санду и так называемых изменений, которые продвигает. Я вот так чувствую. То, что касается Вилета и Иванова, Шора, понятно, они добились о хороших результатах. Я скажу честно, я думаю, что в Аргееве они добились хороших результатов. Я знаю, что мы сейчас будут критиковать, что я хвалил Шора. Вы знаете мою позицию насчет всех тех, что было до сих пор, и с этим нужно разбираться и будем разбираться. Это ни в коем случае не уходит на второй план, но я был в Аргееве, там город хорошо выглядит. Поэтому, конечно, у него есть свой электорат. И можно относиться по-разному к Шору, к Усатому, к другим. Но они не призывали вроде незаконно. Но они, но я другое хотел сказать. Можно по-разному относиться к тому или другому политику, но нужно уважать мнение граждан, это наши граждане, которые за них голосовали и которые их поддерживают. Вот и в случае первом, втором, третьем, четвертом, даже правых, я уважаю мнение наших граждан. Потому что у них есть свое видение. Можем с ней быть согласны, можем с ней не быть согласны, но это наши граждане. Нужно уважать их мнение. Вот у меня такая позиция. А то, что касается там сколько, куда, как и проголосуют, ну покажут выборы. И я думаю, что результат будет тот, который мы ожидаем. Я уверен, что во втором туре мы одержим победу внутри страны. Вот в этом я уверен. Ну и в первом туре мы одержали победу внутри страны. А насчет того, будет ли это окончательная победа. Вот из того, из наших оценок, из того, что происходит в Европе, из этих локдаунов, пандемия, мы видим, что ситуация ухудшается. Каждый день исторический минимум в Европе, в Италии, Германии, там и так далее. Я уверен, что мы победим на этих выборах. Просто разница по голосованию только внутри будет очень большая. И посмотрим, сколько компенсирует эта разница из того, что мы проголосуем за рубежом. Я думаю, что будет больше голосов в России. Диаспора будет и на Западе, и на Востоке более активна в этом трансе. Хорошо, Игорь Николаевич, это не секрет, что за 4 года вы смогли значительно улучшить взаимоотношения с Российской Федерацией, при этом не осложняя отношения с нашими западными партнерами. Какие риски есть на сегодняшний день для развития этих отношений, для развития сбалансированной внешней политики? Есть ли эти риски и как они сказываются на экономическом развитии страны? Я приведу пример 2009-2016 год. После того, как мы ушли в оппозицию, мы тогда были у власти, Гречаная была премьер-министром, я хочу напомнить, как складывались отношения с нашими партнерами и на Западе, и на Востоке. Правительство Альянса за европейскую интеграцию, в которых была и госпожа Майя Санду, четко взяла позицию на Запад, проевропейскую, и это, наверное, не проблема, но проблема в том, что она стала антироссийской. Нельзя этого делать, тем более маленьким странам, таких как Молдова. Нам суждено дружить с Западом и с Востоком. Мы не можем искать друзей на Западе против России, как это делали те, которые были власти до 2015-2016 года. И чем это обернулось? У нас товарооборот упал где-то в 3,5-4 раз с России. 2013-2014-2015 год. И только в 2016-2017 году, когда я стал президентом, после 2016 года, мы начали отвоевывать наши позиции и возвращаться на российский рынок. Хочу напомнить, что было в конце 2014-го, начало 2015-го года, когда на севере страны яблоки просто замерзли на деревьях, потому что их не было выгодно просто собирать и тратить деньги на то, чтобы их собирать. И люди их так и оставили, потому что рынок был закрыт российский. И я знаю очень много аграрей с севера страны, которые говорили, что они собирались выкорчевывать эти деревья. И в 2016-м году, когда мы договорились благодаря нашим усилиям и открыли российский рынок, это дал новый импульс для развития сельского хозяйства в Молдовии. Было построено сотни холодильников в Молдовии. Было посажено тысячи гектаров интенсивных садов. Это инвестиции на десятки, сотни миллионов долларов, которые были сделаны за последние годы. И что сделать со всем этим? Представьте себе, становится президентом человек, который называет, и меня кто-то провоцировал, что не было этого. Нет, Майя Санду называла Россию агрессором, что это враг. Ну как она сможет договориться о том, чтобы рынок России был дальше открыт? Никак не договориться. Чем это чревато? Чревато большими потерями для нашей экономики. И опять, что будут делать сельхозпроизводители? Что будут делать с этими инвестициями? Европа не купит этот товар. В прошлом году 230-240 тысяч тонн яблок мы продали в России. А в Европе тысячу или полторы тысячи тонн. Ну что делать с этими 200 тысяч тонн? Поэтому эта позиция очень-очень опасна и может привести к тому, что у нас будут большие экономические потери. Понятно. Ваша команда часто заявляет о том, что с 2016 года ваша программа была исполнена практически на 80%. Хотелось бы очень коротко, чтобы мы прошлись по основным стратегическим направлениям. Например, что было сделано для молодых специалистов? Ну самая такая интересная и важная программа «Первый дом». Она продолжается или канула в лету? Наши критики в основном в это и бьют. Что сделано, что не сделано и так далее. Я бы разделил вот эти 4 года с 2016 по 2020 на 3 периода. Вот был период 2016-2019, когда у нас была олигархическая власть в Молдове, Плахотнюк, когда все инициативы президента блокировались. У меня было несколько десятков инициатив, законопроекты и так далее. Просто за них голосовали только социалисты, 24-25 депутатов парламента, больше никто не голосовал. А правительство блокировало. А когда я не соглашался с законами, они просто приостанавливали деятельность президента на определенный промежуток и в течение этого первого этапа я принял решение сконцентрироваться на двух направлениях. Первое это помочь простым гражданам. Я через благотворительный фонд первой леди и многие другие инициативы я объездил всю страну. Мы помогли 200 детских садиков, мебель, игрушки, то что нужно было. Каждые 200-200 населенных пунктов детских садиков мы помогли. Мы помогли сотням тысяч граждан. Вы знаете, видели. Мы просто не хвастаемся всем этим, но сгорел дом, мы находили средства, покупали дом для многодетных семей. И таких случаев десятки по Молдовии. Мы решили проблемы, к примеру, были дети, которые не слышали после появления на свет. Они просто в таких природах. Очень серьезная операция. 25 тысяч евро стоит один так называемый кахлеар, который делается имплант и так далее. Несколько 20-30 таких ребят, детей. Мы дали им возможность первый раз услышать и первый раз начинать говорить. Это мы все сделали за этот период. Поэтому внутри страны мы поставили, я поставил себе задачу быть ближе к людям. Я проехал 600 сел. Я общался напрямую с людьми. И люди меня видели в селах и знали, что альгархический режим там блокирует Додона, но Додон рядом с нами. По внешнеполитической повестке я поставил себе задачу вернуть стратегическое партнерство с Россией. Я уже говорил, нам удалось и рынок открыть. Нам удалось подписать меморандум о сотрудничестве с Евразес. Мы получили статус наблюдателя в 2018 году. Вот это первый период большой. Второй период это июнь прошлого года, ноябрь прошлого нам удалось благодаря моей позиции. Меня критиковали, меня снимали в скрытой камере. Из-за этого меня сейчас кто-то бомбит политически. Но если бы я не рисковал тогда, моя сану никогда бы не стала премьером. Она сейчас умничает. Но тогда была благодарна отца. Помните, как все это проходило. Если бы я тогда не рисковал, зная, что снимают меня в скрытой камере, то она бы не стала премьером и Плохотнюк бы и сейчас был в власти в Молдове. Мы пытались держаться вместе, но из-за некомпетентности этой правительства они сами приняли решение и спровоцировали уход. И третий этап, это, конечно, последний этап. Это последние 12 месяцев. Вот в эту субботу 14 ноября исполняется ровно один год правительства КИКУ. Вот самый плодотворный период из этих четырех лет был вот этот год. Когда, несмотря на то, что у нас пандемия, кризис, засуха, беспрецедентные, которых в Молдове не было, мы нашли возможность инвестировать в инфраструктуру. Мы в этот год строили дороги. 5,7 миллиардов лей мы инвестировали в дороги по сравнению с 3,6 в прошлом году. То есть на 2 миллиарда больше мы нашли средства. Мы нашли деньги для пенсионеров. Более 1 миллиарда лей в этом году дали наполнительные. Мы запустили все эти программы, но они раньше были запущены. Примакаса, о которой вы говорили, 6 тысяч молодых семей смогли себя обеспечить новым жильем. И вот все эти программы это последний третий этап. Я думаю, что нам удалось в этом этапе третьем сделать больше, чем за первые 3 года моего мандата. Вы очень часто говорите о том, что очень важно подготовиться к зиме как следует. Что у нас с ценами на газ? Цена упала существенно. И нам удалось снизить тарифы на газ на 12% с 1 ноября. Я думаю, что все потребители Молдовы это почувствуют. За этим последует снижение тарифов на тепло для Тишинева. Сейчас разрабатывается методология. Думаю, что тариф может быть и должен быть меньше 1 тысячи лей за гигакалорий. Я считаю, что в ближайшее время у нас могут появиться дополнительные резервы для того, чтобы пойти на снижение тарифов на газ. И если газ снижается, конечно, после этого и электроэнергия. Действительно беспрецедентная засуха. Если очень коротко, как удалось помочь фермерам? Мы помогли первой группе, нашли возможность более 300 миллионов лей, выделили сельхозпроизводителям первой группы. Мы сейчас будем принимать решения для помощи второй группе. Вы знаете, что Российской Федерации по моему запросу мы договорились с Путиным и получили первый транс 60 или 70 миллионов лей, которые уже поступили на счет Министерства финансов Республики Молдова для того, чтобы помочь аграриям по второй группе. И я уверен, что после президентских выборов мы обязательно поможем нашим сельхозпроизводителям. Понятно. Господин президент, борьба с коррупцией. Вот недавно у меня был буквально мой коллега, руководитель ТАСС в Молдове. Он говорил, что мировой опыт четко нам показывает, что побороть коррупцию вообще в мире просто невозможно. Если очень коротко, вы, кстати, говорили недавно, что у нас в Молдове с недавнего времени нет олигархов, но вся система полностью прогнившая. И что нам с этим теперь делать? Во-первых, я думаю, что это признают большинство и граждан, и экономических агентов, что ситуация в Молдове поменялась к лучшему. По сравнению с тем, что было до июня прошлого года, когда бизнесмены просто маски шоу на предприятии, арестовывали и отбирали бизнес, это в Молдове сейчас нет. Нет политических уголовных дел, как это было при Плохотнике. То есть ситуация сдвинулась с мертвой точки и она улучшилась. Есть изменения в прокуратуре, хотя не просто Стояноглу, он тоже из Гагаузии, так же, как и вы. Ему непросто, но там изменения в лучшую сторону есть. Следующий этап очень важный. Это суды и юстиции, реформа юстиции. Там нужно просто провести полную ческу. И у нас запланировано на следующий год, и мы уже согласовали с нашими внешними партнерами, с Советами Европы, Венецианской комиссии. Мы запускаем этот процесс. Это очень важный этап. Это реформа юстиции для того, чтобы почистить систему. Мы в этом очень твердо уверены, и мы это будем делать в следующем году. Понятно. Вы уже решили то, каким будет ваш первый указ, если вы победите. я думаю, во-первых, инаугурация президента после 24 декабря, потому что инаугурация 4 года назад была 23 декабря 2016 года. 16 года. Поэтому инаугурация возможно после 24 декабря. Я думаю, что основные указы будут по социалке, помощи людям. Это борьба с пандемией, это дополнительная помощь социально уязвимым гражданам нашей страны. Это и пенсионеры, это и многодетные семьи, это ветераны, это инвалиды. Я думаю, что им нужна помощь в этот сложный период. Поэтому первые указы будут касаться именно этого. Пандемия дополнительно, что нужно сделать для того, чтобы удержать ситуацию, которая у нас намного лучше, чем большинство стран Европейского Союза. Там закрыли полностью экономику опять, там закрывают образование. Мы этого не делали. Мы ситуацию держим плотно на контроле. Кстати, это еще одна наша особенность и большой плюс. Видите, нас не критикуют так, как критиковали несколько месяцев назад, что очень плохо в стране. Когда увидели, что в Европе сейчас исторический максимум на всех направлениях и по количеству заболевших, и по тем, которые, к сожалению, умирают, ситуация намного лучше и уже не критикуют. Поэтому первый указ это пандемия и помощь социально уязвимым слоям населения. Господин президент, в 2016 году вы были в Российской Федерации. Это первая страна, которую вы посетили. Скажите, вот если вы победите в этот раз, ваша география как-то изменится? Первая моя встреча в начале 2017 года была с лидером Приднестровья с Красносельским. Ну, это не зарубежная встреча, но в любом случае. Я бы хотел начать тоже с этого. Чтобы мы четко, тем более на фоне того, что происходило на 1 ноября, когда обзывали, это неправильно. Стратегически, категорически согласна. Поэтому я считаю, что вот первые вот такие встречи, они будут внутри страны с нашими гражданами. Ну, и с лидером Приднестровья нужно встретиться и обсудить, как мы будем двигаться дальше. То, что касается зарубежных поездок, я готов поехать и на западе, и на восток. Зависит от того, какая будет повестка, что самое важное нужно будет решать. Вот в 2017 самое важное нужно было поехать в Россию и договориться о том, чтобы вернуть стратегическое партнерство, открыть рынок и так далее. Сделать амнистию для наших граждан. Мы договорились об этом. Сейчас нужно посмотреть, что будет самое важное, где нужно мне поехать для того, чтобы решить конкретную проблему. Исходя из этого буду принимать решения. Но я готов и в Россию поехать, и в Брюссель, и в Бухарест, и в Киеве. Не проблема. У меня нигде нет ограничений для того, чтобы посетить. Вы говорили о том, что будете вакцинироваться российской вакциной «Спутник Ви». Уже вакцинировались? Еще нет. Когда планируете? Мы договаривались с Россией, с нашими партнерами, что во второй половине ноября мы смогли бы получить первую часть этой вакцины для наших граждан. Конечно, как только мы получим, я думаю, что должны те, которые сначала первую линию. Но для того, чтобы показать пример, чтобы никто не боялся, я готов сделать эту вакцину. Поэтому, дай Бог, мы пройдем 15 ноября, будет ясность, понимание, будет работать дальше наша команда. Поэтому я считаю, что если будет так, вот первый сценарий, то мы вакцину можем получить до конца ноября. До конца ноября. Предполагается, кто будет вакцинироваться бесплатно, и насколько она доступна будет для наших граждан, и сколько она будет стоить? Я считаю, что вакцина должна быть бесплатной для всех граждан, и оно должно быть добровольной. Нельзя заставлять вакцинироваться, вот этот принципиальный момент. Потому что есть люди, есть наши граждане, которые, исходя из своих религиозных соображений, против вакцинации. Поэтому оно не должно быть обязательной, будь добровольной. Не надо, надеемся получить первую партию 100-150 тысяч вакцин, для того, чтобы те, которые первой линии, это наши доктора, наши учителя, те, которые на границах и так далее, они должны в первую очередь получить эту вакцину. Но дальше, исходя там, где риски больше, конечно, пенсионеры и так далее. Скажите, пожалуйста, насколько безопасно ходить на выборы? Вот я могу подтвердить, что я была первого ноября на избирательном участке, я простояла небольшую очередь, люди соблюдали социальную дистанцию, на входе мне действительно предложили маску, хотя я была в своей, предложили руки продезинфицировать, то есть все правила соблюдались. Но все же я наблюдаю за тем, что люди не хотят выходить на избирательные участки, потому что опасаются за свое здоровье. Вот, может быть, я могла бы вам сейчас предоставить возможность как-то прокомментировать это или обратиться к этим согражданам нашим. Ну, я думаю, что ни в коем случае нельзя упускать возможность принять участие в дальнейшем развитии нашей страны. Мы сделали все возможное для того, чтобы рисков не было, либо они были внимания. Нету большего рисков, чем, к примеру, когда идешь в магазин покупать хлеб. Мы обеспечили на избирательных участках все необходимое. Вы говорили, маски, Я где была, я подтверждаю, что на 100% все было соблюдено. Поэтому нужно обязательно пойти и принять участие в голосовании. Тем более, что говорят, что дождя уже не будет в воскресении. Можно выйти, пройтись, проголосовать для того, чтобы не было потом мучительно больно за, знаете, как там по... За бесцельно прожитые годы. Минуты. Минуты. Поэтому я не вижу никаких рисков. Я очень надеюсь, что люди будут более активны 15 ноября, чем 1 ноября. Господин президент, хочу, чтобы в завершении нашей программы вы обозначили три момента, которые вы считаете своими достижениями на посту президента. И наоборот. Вот на 80% вы свою программу исполнили, вот значит, 20% недоделанного есть. Есть, может быть, те моменты, которых вы сожалеете, которые вы не успели сделать, и, может быть, они вас и мотивируют для того, чтобы баллотироваться на второй срок. а то, что не удалось вам сделать, то почему. То есть, три главных успеха и то, чего не удалось сделать. Я думаю, что главное достижение, это первое, то, что мы смогли помочь людям, очень многим гражданам, это социальные инициативы, это все, что нам удалось за этот период. И люди, очень много, сотни тысяч граждан это почувствовали и знают. Второе, конечно, это внешняя политика, вот сбалансированная внешняя политика и, конечно, возвращение стратегического партнерства и диалога с Российской Федерацией. И третье, я думаю, что очень важное достижение, что с моим участием мы смогли и нам удалось избавиться от олигархического режима. Я думаю, что это все согласятся, это те события, которые проходили в июне прошлого года. Что нам до конца не удалось, это связано в основном с тем, что у нас не было парламентского большинства своего. То есть у нас были эти ситуативные коалиции, то с правами, то с демократами, но так, чтобы у нас было парламентское большинство социалистов, для того, чтобы мы смогли выполнить все. К сожалению, у нас этого не было. Это и по мнению, это и по истории Молдовы. Вот этот блок, вот здесь, здесь нам нужно еще доработать. И понятно, мы не меняли свою позицию в течение всего этого периода. Мы шли к своей цели. И здесь, я уверен, что в следующем этапе у нас будет больше возможностей. После досрочных парламентских выборов, когда они состоятся, либо попытаемся сплотить вот в этом парламенте какую-то идейную команду. Ну, к примеру, вот я видел, что некоторые депутаты парламента инициировали аннулирование закона о запрете российских каналов. Вы знаете, что этот закон Плохотнюка я не подписал, и из-за этого меня сняли с должности. И мне кажется, в этом парламенте вот то, что я видел, вот кроме наших 37 плюс 3, там 40 депутатов, я думаю, что мы можем найти дополнительные голоса для того, чтобы аннулировать этот запрет. А его нужно аннулировать. Поэтому можно найти ситуативное голосование для того, чтобы двигаться вперед. Или законы по Гагаузии. Три законопроекта. Три законопроекта, которые в 2018 году Плохотнюк принял, я их развернул, потому что они не соответствовали договоренности Кабрата и Кишнева. И много вот таких вещей, элементов важных, принципиальных. Есть несколько, которых нужно добиться, чтобы их приняли. Я буду на это наставить. Понятно. Если вы хотите обратиться к нашим телезрителям, то в завершении программы я предоставляю вам это слово. Я напоминаю, что у нас разгар предвыборной кампании, у нас нет дебаты, поэтому вы можете говорить все, что пожелаете, кроме того, чтобы делать открытых призывов голосовать в нашем случае за вас. Вон ваша камера. Пожалуйста. Уважаемые дорогие сограждане, во-первых, я хочу вас поблагодарить, сказать большое спасибо за то, что вы нас поддержали первом туре и поддерживали меня в течение всего мандата президентства. Но сейчас перед нами очень важный выбор. Быть или не быть. И как я уже сказал сегодня в рамках этой передачи, принципиально важно, чтобы каждый из нас понимал и осознавал важность этого решения 15 ноября. осталось 3-4 дня. Не надо ничего бояться. Не надо ничего опасаться. Надо просто прийти на выбор. И сделать очень простой выбор. Вы должны принять решение, как вы видите будущее нашей страны. Как вы видите будущее наших детей в этой стране. Хотите вы, чтобы у нас был порядок, чтобы у нас были рабочие места, чтобы наши дети и мои и ваши остались в нашей стране в республике Молдова. Я вот за это. Я за наши ценности. Я за то, чтобы у нашей страны было будущее. Если вы готовы рискнуть с учетом того, что может быть хаос, что может быть дестабилизация, надо об этом очень серьезно еще раз подумать. Я обещаю, что я сделаю все возможное для того, чтобы жизнь в Молдове была лучше. Я обещаю изменения. Изменения, но вот такие четкие, понятные, для того, чтобы в стране всем нам хотелось жить здесь, дома. Я уверен, что мы справимся. И мы сможем справиться только вместе. Спасибо большое. И 15 ноября призываю всех быть активными. Я не сказал, за кого голосовать, но быть всем очень активным. Спасибо большое. Спасибо вам огромное, Игорь Николаевич, за участие в этой программе, за исчерпывающие ответы. Я надеюсь, что после выборов мы также с вами еще встретимся и обсудим то, что не успели обсудить. Дорогие телезрители, я напомню, что в эфире была программа «Эксклюзивное интервью». Сегодня специальным гостем нашего эфира был независимый кандидат на пост президента Республики Молдовы Игорь Дадон. Я также, в свою очередь, напоминаю вам и призываю вас проявить свою гражданскую позицию, приняв участие в выборах, которые состоятся уже в это воскресенье 15 ноября. Помните о том, что своим неучастием вы еще больше влияете на исход голосования в пользу того или иного кандидата. Я напоминаю, что нашу программу в записи можно посмотреть на YouTube канале Рен Молдова, а также самые интересные фрагменты у меня в телеграм-канале Нина Демогла. Я желаю вам хорошего вечера, впереди вас ждет много интересного, о чем вам расскажут мои коллеги. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.